Пандемия заставила нас серьезно пересмотреть свои взгляды на жизнь и планы на будущее. Стало понятно, что лишиться работы очень просто и надеяться нужно только на себя. В то время как многие компании закрывались, сворачивали производство, некоторым все-таки удалось успешно пережить этот непростой период и даже открыть собственный бизнес. Секрет успеха прост – правильно выбранное направление деятельности. Ровно год назад в Казахстане официально зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции. Через три дня после выявления первого пациента с COVID-19 в стране было объявлено чрезвычайное положение. Введены ограничения. 2020 год проверял рестораторов на прочность. Он был очень сложным для них. До пандемии в Казахстане общепит работал в привычном режиме. Сегодня уходят с рынка именно те, кто не научился работать по-новому. Не запустил доставку блюд, не стал развивать у себя фастфуд. А нашему первому герою это удалось. Был введен режим ЧП и в связи с этим мы не работали два месяца. И в дальнейшем карантин двигался так, что была постоянно красная зона, потом зеленая зона. И это шло, получается, там несколько волн было, которые нам тоже было тяжело преодолевать, потому что бизнес то приостанавливается, то опять возобновляется. И, конечно, это был такой для нас тяжелый момент, когда работать было очень сложно. В прошлом году, получается, попадая в красную зону, нас очень сильно ограничивали посадки, во-первых, а во-вторых, ограничивали по времени работы заведений. И для таких заведений, как, допустим, каралоки, либо там просто даже обычные вечерние форматы заведения, по ним карантин очень сильно ударил, потому что мы работали, бывало, там и до 10, и до 8. Соответственно, как бы на выручке это очень сильно сказывалось, и нам было тяжело тянуть аренду, кредит. Новые изменения в законе порождают новые возможности. Одним из таких является приложение Ашат. Оно было разработано Министерством цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с Министерством здравоохранения. Совсем недавно мы не представляли, что в нашей жизни появится специальная программа, с помощью которой можно отсканировать QR-код и предъявлять на входе в общественные места с целью обезопасить себя и окружающих. Ашах сегодня показывает рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы. Именно это дает возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать посетителей опасности. Мы одно из первых самых заведений в городе, которое внедрило программу Ашик. Благодаря Атамикену и Ассоциации общественного питания совместно с ними, мы проработали вопрос о том, чтобы одними из первыми встать, открыть Ашик. Вначале было очень много трудностей по Ашику, потому что люди не хотели сканироваться, люди не понимали, люди считали, что нарушаются какие-то их неправа. Сейчас же мы провели очень большую работу с посетителями, объяснили, как скачивать приложение, как им пользоваться. То есть в начальном этапе, когда были одни из самых первых, мы провели очень много этой работы для того, чтобы людям объяснить, как они пользуются, что не нужно ничего бояться. Нет ничего удивительного в том, что идея открыть собственное дело кажется перспективным начинанием для каждого полного сил энтузиаста. Однако многие начинающие предприниматели либо прогорают, либо в принципе, так и не решаются реализовать свою идею, откладывая ее в долгий ящик по разным причинам. Кому-то банально мешает лень, другие не могут оперативно сориентироваться в сложившейся ситуации и упускают свой шанс. Самый первый и основной вопрос, который возникает у будущего бизнесмена, будет ли актуален мой бизнес? Как начать дело в такое непростое время, нам рассказал наш герой, начинающий предприниматель. Я родом из Туркестана, в семье закончил университет. Вот мы в этом году получили диплом. Мы открылись недавно, нам еще даже месяца нет. Мы не хотели работать на кого-то, решили открыть свое дело. Я не один, со мной вместе мой друг. Я сам работал в сфере общепита год в Караганде. Набрался опыта, решил использовать свои навыки уже в собственном деле. У нас сейчас меню состоит в основном из суши, пиццы, крылышек и донера есть. Насчет финансов, у нас не было кредитов, не было помощи со стороны родителей, на свои собственные деньги открыли. Что у нас было, все вложили. Рядом с нами находятся университеты, общежития, и мы делаем доступными наши цены для молодежи. Кухню разнообразили множеством сетов пиццы и роллов. У нас есть доставка именно в нашем районе, а если по всему городу, в отдаленные районы или за городом, это зависит от расстояния. Но доставка будет. Мы молодые ребята, нам по 21-22 года. Честно сказать, трудности возникли в начале работы с документацией, с кассовым аппаратом, налогами и программой АШИК, но, естественно, советовались со старшими коллегами. У нас АШИК расположен прямо при входе и у кассы. Мы планируем в будущем открыть франшизу и тем самым расширить наше дело. Бизнес – это всегда про дисциплину, планирование и творчество. А женский бизнес – это про то, как при этом остаться собой. Живя в мире социальных сетей, мы можем заказывать еду на дом, покупать вещи и предварительно записываться в салоны красоты. Трудно представить, что когда-то вокруг все было иначе. Об этом поговорили с нашей героиней, директором салона красоты. Отпечаток был серьезный, если учитывать тот факт, что большинство мастеров, по крайней мере, из тех, которых я знаю, уходили на карантин, мягко говоря, без запасов средств. Почему? Потому что мы всегда живем одним днем. Это даже касается не только мастеров, но и людей. И мы не приспособлены такому, чтобы немножко даже сэкономить на какой-то там черный день. Особенно касается мастеров, потому что мы все вкладываем в работу, в материалы, для того, чтобы расширяться, в обучение. Все деньги уходят всегда туда. И тут наступает карантин. И все начинают понимать, что надо перестраивать свое мышление. Потому что ушли на карантин, онлайн-бизнес процветает, оффлайн гибнет, нужно что-то делать. И, естественно, кто-то начинает по-своему выкручиваться. Мы мастера, те, кто ответственны, конечно, никто не брал на дом, на работу, под закрытыми дверьми, нет, такого не было. Это все-таки касается здоровья не только нашего, но и нашей семьи и окружающих близких. Все переходили на онлайн-обучение. Мы обучали людей. Вот, например, моя профессия позволяет онлайн обучить кого-нибудь. За счет этого, конечно, приходили на карантине средства. Но скажу так, что благодаря, конечно, карантину, после того, как мы из него вышли, нам позволили работать, сфера красоты стала процветать еще лучше. Запись клиентов, конечно, в основном идет через Инстаграм. Это платформа для продаж, для индустрии красоты и для собственного продвижения. В соцсети очень полезны. В основном идет все через Инстаграм, потому что ты можешь себя прорекламировать, ты можешь наглядно показать свою портфолио. После карантина плюсы – это то, что люди немножко начали бояться в плане того, что опять мы закроемся. Опять может быть какая-то пандемия, которая не позволит нам работать именно в помещении. И люди находят себе вторые профессии. Ну, лично я глобальных минусов не увидела. Является именно, если только в сфере красоты, так это люди стали бояться, скажем так, если человек приходит кашляющий, болеющий. Нам, как мастерам, естественно, у нас везде стоят антисептики. Люди начали, наконец-таки, обрабатывать инструменты, потому что до карантина многие, представляете, даже этого не делали. Это глобальная проблема была. Люди приходят в масках, лежат в масках. Люди начали очень ответственно относиться к записи. Если человек болеет, он остается дома. Для нас это, конечно, плюс. К счастью, сфера красоты начала развиваться после карантина. Еще стремительнее, еще больше, но больше акцент идет на онлайн. Прошлый год не только отрицательно повлиял на заведения общественного питания и бьюти-сферу, но на досуговые центры. Сотрудникам многих общественных центров пришлось работать удаленно. Что изменилось с прошлого года, об этом узнали у директора детской студии творчества. Конечно, это, наверное, для всех непростое время, потому что нас закрыли. Мы просто сидели дома без дохода, потому что, как часто, организацию мы осуществуем за счет оплаты родителей. И государство не приносит нам никакой помощи. Дотации от государства нет. Поэтому было непросто. Зная, что многие, допустим, съезжали с арендных помещений на то, у кого мало мебели, а у нас, представляете, целый этаж, то есть вывезти куда-то всю мебель было просто немыслимо. Благодаря нашему арендодателю она пошла на уступки, то есть какую-то отсрочку дала нам. Но чисто морально, по-человечески было очень сложно. Во-первых, у нас дети остались без выпускного, предшкола. Остались без выпускного, хотя готовились, уже начинали готовиться заранее. Педагоги старались как-то привлечь детей, давали какие-то задания посильные, объясняли в голосовых сообщениях, видео записывали для родителей, скидывали в чаты. Ну, правда, это было очень сложно, значит, тяжело говорить про это, потому что сейчас, на данный момент, мы вынуждены убрать субботние рабочие дни, потому что по выходным запрещено работать. Хотя родителям многим, потому что они работают, у детей много разных кружков, и они с удовольствием посещали, ну, до карантина посещали по субботам занятия ИЗО, какие-то репетиторские кружки, да, то есть много вот этих моментов. То есть суббота у нас не рабочая. Конечно же, мы очень много теряем. Получается, мы работаем только 5 дней в неделю, 2 дня у нас, то есть 8 дней в неделю у нас просто выпадает суббота-воскресенье. Вот, конечно, или бы мы заработали деньги, или никак совсем. А шик вынуждены мы были поставить, потому что был запрет, да, у кого не будет программы, работать не имеет права. Мы сделали эту программу, висит у нас код, по которому нужно заходить в помещение. К сожалению, не все взрослые этим пользуются, потому что им некогда. Они прибежали, и ребёнка отдали. Родителей мы не запускаем. Кстати, вот ещё одно из нововведений, что родителей мы не запускаем. Теперь нагрузка на педагогов, детей раздеть, одеть. Родителям некогда пользоваться этим кодом, потому что быстро-быстро. Педагоги тоже зашли, им нужно быстрее переодеться, привести кабинет в порядок, то есть вытереть пыль, посмотреть кварц, если не включён, включить, проветрить. Ну, то есть вот эти вот все моменты, подготовиться к занятиям. Поэтому я не знаю, если ставить человека прямо около этого кода, то, чтобы специально люди подходили и, ну, через килар-код, по крайней мере, да, чтобы они могли зайти в помещение. Ну, просто морально и физически у меня нет таких людей. Просто это тогда нанимать кого-то ещё, чтобы стояли и это. Ну, увы, возможности нет финансовой. Всё чаще и чаще люди задумываются о создании собственного дела, и тут возникает вопрос, насколько это дело будет успешно, какие направления деятельности наиболее актуальны. Мы узнали у директора филиала Палаты предпринимателей о программе «Бастал Бизнес», которая существует пять лет. За это время более 180 тысяч казахстанцев прошли обучение. Главной целью проекта является повысить экономическую активность казахстанцев за счёт занятий предпринимательством. У нас есть программы обучающие проект «Бастал Бизнес». Это как бы мы реализуем второе направление программы занятости, продуктивной занятости массового предпринимательства. Проект «Бастал Бизнес» нацелен для участия участников безработных, самозанятых, начинающих предпринимателей. Начинающие предприниматели, они должны быть до года, то есть работают до года. Данный проект нацелен на то, чтобы обучить именно этих участников основам бизнеса, основам ведения предпринимательства. Состоит обучающий курс из 21 дня. Есть определённые модули в связи с карантинными мерами. Данные обучения сейчас у нас проходят онлайн. Получается, человек, который обучился 21 день онлайн, он в ходе этого реализует свою бизнес-идею, составляет бизнес-план с нашими бизнес-тренерами, которые, если, например, нет бизнес-идеи, тогда наши бизнес-тренера помогут выбрать наиболее подходящее направление. Это зависит не только от бизнес-тренеров, а и от самого участника, то есть его опыт и его специальность. То есть человек должен знать, если он, например, по специальности кондитер, он не будет заниматься торговлей, он также должен вести именно эту сферу. Малый и средний бизнес является основой экономики любой страны, обеспечивает экономически активное население рабочими местами. В своём послании народу Казахстана глава государства Касым Жомар Токаев отметил, что эффективный малый и средний бизнес – это прочная основа развития города и села, которая играет важную роль в социально-экономической и политической жизни страны. Поэтому вопрос развития малого и среднего бизнеса является одним из основных приоритетов в стране. Создание собственного дела отнимает у вас довольно большое количество времени и сил. Запаситесь терпением и силой воли, ведь оно того стоит. Главное – верить, что всё получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...